Приветствую, друзья! Я Бахтина Елена. Специальность моя – акушерство, гинекология. И уже 15 лет я занимаюсь тем, что просто заглядываю в тарелки людей, а также в то, что они пьют, для того, чтобы скорректировать их рацион. И они смогли обходиться без лекарств, без докторов. Их тела, чтобы совершенно не разрушались и имели 25-летнее тело в любом возрасте. Я сегодня хочу открыть целую такую вот большую серию 7 мифов о похудении, так скажем. И начну я с первого мифа. А первый миф звучит так. Чтобы меньше есть, нужно много пить. И если ты хочешь есть, то, пожалуйста, пей. Возможно, ты просто хочешь пить. Но в целом можно где-то так вот чуть-чуть с этим согласиться, но я должна сказать такую вещь. Люди иногда стремятся есть как можно меньше, и у них получается целую неделю есть минимум, знаете, как дюймовочка, пол, зернышко в сутки. Но потом организм ведь не обманешь. Если долгое время организм недокармливать, он в конечном итоге возьмет вас как сухую палку через колено. Вот. И сломается вся эта ваша система, и вы начнете просто жрать. Вы можете поставить плюсики под этим видео, если это так и есть. То есть вы какое-то время себя держите на какой-то диете, а потом опять срываетесь во все тяжкие. Это когда бывает? Когда ваша суточная норма белка не соответствует вашей суточной потребности в строении, построении собственного тела. А теперь давайте все-таки вопрос по воде с вами обсудим. Так как же, ну есть люди, которые хочу есть, попью воды. Хочу есть, попью воды. И у них получается постройнеть. Это почему так происходит? Эти люди все-таки дают суточную норму белка, но эти люди имеют расшатанные углеводные качели, и у них потребность в пище очень высокая. Обычная нормальная потребность в пище, три приема пищи в течение дня. Завтрак, обед и ужин. Если вы совсем свободны от углеводных качелей, и ваш углеводный обмен работает на твердую пятерку, то вам достаточно двух приемов пищи. Это завтрак и обед и ужин. И все остальное время вы совершенно не нуждаетесь ни в перекусах, ни в чем. Так вот, те люди, которые чувствуют, что на них напал голод, им нужно поесть, они выпивают стакан воды, и они делают для себя действительно очень пользительную вещь. Потому что в этот момент их, на некоторый промежуток времени, их объем в желудке создает эта вода. Эта вода очень быстро подлетает в желудок, но в тот момент, когда у вас острый приступ, желание чего-то поесть, это вас спасает. Поэтому, если вы за собой замечаете, что у вас не завтрак, обед и ужин только, а у вас завтрак, перекус, обед, перекус, ужин, ночной дожор, то есть у вас большая потребность в еде, вы только и делаете, что кушаете, действительно, можете попробовать вот этот водный режим. Но это не значит, что нужно каждый раз пить вместо еды, ни в коем случае. Пожалуйста, у меня есть книга, она называется «Старости нет?» или «Как оставить собственного доктора без работы». Прочитайте ее, потому что там все необходимое для того, чтобы построить свой рацион. А я в городе Варна, вокруг меня праздник жизни, сегодня будний день на самом деле. Все гуляют, огромное количество ресторанов. И я должна вам сказать, если вы умеете пользоваться пищей, то эта пища приносит вам удовольствие, вкусовое, эстетическое удовольствие и здоровое, красивое тело в любом возрасте. Если вы не умеете пользоваться пищей, то ваша жизнь превращается в бесконечную погоню за едой. Благо, она сейчас общедоступна, эта еда, и достаточно дешевая еда. Но, слушайте, есть разница. Человек, который кушает два раза в день, сколько он в остальное время может успеть всего? И человек, который кушает шесть раз в день, это приготовить, съесть, помыть посуду и так далее. Поэтому наводите порядок со своим углеводным обменом, читайте книгу «Старости нет» и пользуйтесь, умело пользуйтесь водой. Субтитры подогнал «Симон»